Сохранить работу и зарплату в это непростое для мировой экономики время помогает кадровый центр. Чтобы избежать массовых сокращений во время пандемийной обстановки работы бизнеса, регион из областного бюджета направляет субсидии на возмещение части затрат работникам предприятий, если на них установлен неполный рабочий день и созданы временные рабочие места. То есть на предприятии часть времени, которую они определяют и выполняют производственные задачи, сокращенные технологии, и вторая часть для выполнения рабочего времени, для выполнения каких-то хозяйственных нужд, обустройства, благоустройства и так далее, оплачивается за счет общественных работ по определенной схеме, из расчета минимального размера оплат труда, установленного на сегодняшний день в постановлении правительства Российской Федерации. На этом предприятии за время пандемии успели сделать немало. Переехали на новую современную площадку, отладили оборудование и обустроили территорию. Этой работой местные сотрудники занимались во время сокращенной трудовой недели. В привычный ритм предприятие постепенно возвращается без кадровых потерь. Именно, ну, какого-то массового сокращения, скажем, это у нас было не предусмотрено, соответственно, сохранили наши лучшие, скажем, кадры, и надежно будем выходить, скажем так, уже из этой ситуации, которая сейчас, я думаю, что во всей России уже в стране улучшается, мне это уже показывает как рынок, да, то есть потихоньку поступают заказы. Федеральным министерством труда и социальной защиты утверждены дополнительные меры поддержки занятости, куда входят мероприятия, которые уже реализуются в Ульяновской области. На поддержку 7 тысяч человек из федерального бюджета выделено более 33 миллионов рублей.